Походку от бедра пришлось сменить на шаги лыжника и пингвина. По обледеневшим тротуарам можно передвигаться только скользящими движениями, либо семенить, как обитатели Антарктиды, широко расставив руки в стороны. Только так удастся сохранить равновесие и не упасть. О том, что оттепель в середине недели сменит мороз, было известно несколько дней назад. Но коммунальщики вновь оказались не готовы оперативно устранить последствия капризов природы. Вопрос несвоевременной уборки улиц депутаты подняли на заседание городской думы. У нас сегодня на работу люди опоздали все, все добирались на такси. Ну, кто на четвереньках, кто на такси, не знаю. Как пояснил Сергей Лобанов, дворники начинают работать с 7 часов утра, так как большинство сотрудников приезжают из-за зоны. И в это же время горожане добираются на работу. По словам директора ДГХ, у ДЭПа есть сложности по выполнению контракта по уборке и содержанию города. К тому же техника подводят не в самый подходящий момент. У ДЭПа в ночь произошел хорст-мажор, поломалась техника. В частности, посыпалки, да, по закону Бутерболда. Они ее ремонтируют. Сейчас они стараются исправить ситуацию. Треботная техника была отремонтирована, дополнительные единицы были запущены. Прежде всего реагентами посыпают подъемы, перекрестки, тротуары на мостах и проходных участках дворов и улиц. Телефон в кабинете прораба дорожного участка в этот день не смолкал. Жители просили срочно посыпать тротуары. Но сегодня, видите, что было. Надо было в первую очередь пробить автобусные маршруты, а потом уж попадать к вам. Сейчас я позвоню мастеру, сейчас они заедут к вам, посыпят. Вернись, пожалуйста, засыпь, Света, ой, это Катя, засыпь, пожалуйста, этот тротуар, очень-очень тебе хорошо. Сотрудники ДЭПа работают в две смены. С восьми вечера по городу ездит спецтехника, чистит и обрабатывает реагентами. Но в ночь на четверг две машины сломались. Рабочие первой смены вышли на улицы, как и положено, с утра. Машинки быстренько где-то у нас часов в девяти, наверное, даже выехали, их сделали, они поехали тоже посыпать. Потом, значит, взяли, даже загрузили ЗИЛ самосвал. И из ЗИЛа самосвала рассыпали по кучкам и тоже начали посыпать. И ЗИЛ, у нас еще есть ЗИЛ, которого нет ни отвала, ни щетки, он проходит по тротуарам. Он тоже начал посыпать, широкие тротуары, как их мы называем. Остальное все посыпали вручную. Конечно, все тротуары мы сегодня никак не посыпем. В первую очередь реагентами обрабатывают те улицы, где больше движения людей, тротуары с сильным уклоном и подходы к медучреждениям. Мы должны в первую очередь посыпать тротуары, где у нас народ идет на первый-третий завод. Скажем, Московская, Музруково, Южное шоссе, Варламская дорога. Потом у нас люди ходят, например, Фрунзе, лестница Миру Мир, вот так, железнодорожная. То есть, где больше, Духово, 21-я площадка, это обязательно. То есть, мы сначала делаем, когда Маслиха, больничный городок, Семашка, первая поликлиника, потому что вторая поликлиника. То есть, вот стараемся охватить, но, конечно, за час, за два это все не охватить. Это слишком большой объем. Во вторую очередь посыпают улицы возле учреждений образования, магазинов. Обрабатывают дороги и тротуары песко-соляной смесью. Сейчас над устранением последствий непогоды трудится порядка 80 сотрудников ДЭПа. Вторая смена, это чисто механизированная, это считается дежурная служба, дежурная служба у нас называется. Это приходит мастер, они работают с 20.00 до 5.00, это основная смена. Но две машины дежурных остаются до 8.00 и Амкадор. Это на всякий случай, то есть, грейдер, трактор, они работают вот с 20.00 до 5.00 утра. Все, 8 часов. А дежурная смена, Амкадор и две машины, посыпалки, они работают 11 часов. Потому что, мало ли что, где-то что-то случилось с 5 до 8.00 в городе обязательно кто-то должен быть. По сообщению клинической больницы, в четверг только до обеда в приемные покои с травмами и ушибами в результате падения на льду обратились около 30 саровчан. Это в два раза больше, чем в обычные дни. По поручению главы города Алексея Сафонова, департамент городского хозяйства провел проверку работы коммунальных служб. В итоге, над устранением последствий непогоды работают свыше 150 сотрудников ДЭПа и управляющих компаний и более 40 единиц техники. Елена Грецков, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.